В этом году целый ряд новых принципиально подходов реализованы федеральными органами власти. Я уже говорил про провозные мощности, благодаря политике Аэрофлота, поддержке правительства, выделении субсидированных билетов. Впервые в этом году, наверное, мы все это почувствовали, можно было даже в пиковый сезон купить билеты за приемлемые деньги на материк. Второе направление – это то, что по линии Ростуризма была запущена масштабная грантовая программа. Такого не было ни разу. Для примера, Камчатка, которая является одним из наиболее активных регионов участников этой программы, получила возможность около 300 миллионов рублей направить предпринимателям Камчатского края для поддержки в части быстро возводимой легкой инфраструктуры. Речь идет про модульные отели, про обустройство пляжей, про обустройство мест отдыха, про запуск дополнительных маршрутов, про переоборудование и модернизацию техники, которая используется при оказании туристических услуг. Еще раз повторюсь, 300 миллионов, был большой конкурс, участники из шести районов Камчатского края. Для меня принципиально было важно, чтобы не только в Петропавловске и Елизово были получены средства на развитие. В итоге почти 50 победителей, если быть точным, 49, которые уже сейчас реализуют проекты. Основная сложность, что проект должен быть реализован в течение года, уже в 2022 году, с тем, чтобы быстро получить эффект. Ну, из таких масштабных, это строительство модульного отеля в Лозо. Буквально вот на днях уже появились эскизные проект, эскизные. Мы видим, что он такой модерновый, современный, непривычно смотрится. То есть, это не модульный отель в виде набора контейнеров, просто, которые свалены на берегу реки. Нет, это дизайнерское решение. Вот. Аналогичная работа ведется по Халактырскому пляжу. Целый ряд инвесторов, которые там уже занимаются, получили средства на развитие. По дороге на Мильково. Это одно из ключевых направлений развития, которое наиболее активно движется вперед. Ну и, конечно, наш Елизовский район традиционно показывает лидирующие показатели по количеству заявок и проектов, которые в итоге будут реализованы.